Ведическое мироустройство или космология. В Ведах космос называется Антарикша. Очень подробное описание строения нашей Вселенной с точки зрения Вед. Гора Меру. Мировая гора Меру высится над Гарбхадакаша и Вишну, расширяясь кверху. Причем меньше пятой ее части находится в глубинах озера его пупка. Мировая гора Меру. Билосварга. Подводная часть горы Меру называется Билосварга. Она имеет следующую конструкцию, располагающуюся снизу вверх. Подводная часть горы Меру Билосварга. 1. Патала. Волшебная бездна. Или Нагалока. Логово змей. Обитель нагов и урагов. Иначе называемых змеями. Динозаврами и драконами. Самые могущественные среди этих рептилий носят такие имена. 1. Васуки. 2. Шангха. 3. Кулика. 4. Махашангха. 5. Швета. 6. Тхананджая. 7. Тхритараштра. 8. Шингхачуда. 9. Камбала. 10. Ашватара. 11. Девадата. 12. Нормада. Все эти наги и ураги снабжены множеством капюшонов, светящихся различными драгоценными камнями. 2. Рассатала. Влажная бездна. Это владение асуров, исполинов-богоборцев, донавов и дайтеев, которые, подобно ногам, живут в норах. Они разделены на четыре племени. 1. Пани. 2. Неватаковыча. 3. Калея. 4. Хиранья-пураваси. Вселенская форма бога. Махатала. Великая бездна. Здесь живут злобные наги, на которыми охотится Гаруда. Человек-птица, являющийся ездовым животным. Вахана. Вишну. Они управляются такими своими вождями. 1. Кухака. 2. Такшака. 3. Калия. 4. Сушона. 4. Талатала. Одновременно и бездна, и отсутствие бездны. Троецарствия. Трипура. Асуров. Исполинов-богоборцев. Донавов и дайтеев. Над которыми властвует могущественный царь по имени Майя, прослывший искуснейшим зодчим. Майя известен как учитель, обучающий своим примером. Ачарья. Всех Маяви. Колдунов. 5. Сутала. Большая бездна. Оплот Асуров. Исполинов-богоборцев. Которыми правит Бали. Сын Верачаны. Низвергнутый туда ваманой. Экспансии Вишну. 6. Витала. Бездна всех бездн. Место. Где Шива? Олицетворение разрушительных стихий. И его супруга Дурга в образе Пхавани. Богини Плодородия. Занимаются любовными играми и от их Саити проистекает река жизни. Называемая Хатаки. Агни. Бог огня. Разъяренный Ваю. Богом ветра. Пьет воду из этой реки. Шипит и плюется. В результате чего возникает золото Хатака. 7. Атала. Отсутствие бездны. Ее населяют Асуры. Исполины-богоборцы. Данавы и Дайтье. Во главе которых стоит Бала. Сын Майи. Царя Талаталы. Являющийся создателем 96 видов мистической силы. Просто зевнув. Он сотворил три вида женщин. 1. Своерини. Те. Кто выходит замуж за мужчин только из своих собственных сословий. 2. Камини. Те. Кто выходит замуж за из любых сословий. 3. Пумшчали. Те. Кто меняют мужчин без разбора. Все эти женщины покоряют попадающих к ним мужчин особым наркотиком, сделанным из золота Хатака, доставляемого из Виталы. Благодаря ему непомерно увеличивается мужская потенция. Сварга. Надводная часть Меру называется Сваргой. Если смотреть на нее снизу вверх, она выглядит так. 1. Пхурлока. Земля. Там живут люди и много различных фантастических существ. Ее верхние границы достигают высоты птичьего полета. 2. Пхурлока. Воздушное пространство. Ее населяют призраки, которые враждебны к людям или благоволят им. 3. Сварлока или Сварга. Небо. Здесь живут боги, называемые Сурами или Деватами, которыми правит громовержец Индра. Его столица называется Амаравати. Туда стремятся попасть за райскими наслаждениями. 4. Махарлока. Место величия. Обитель святых мудрецов. Риши, которые совершают огненные жертвоприношения. 5. Джаналока или Гьяналока. Место знания. В этом месте нашли себе приют святые мудрецы. Риши, которые занимаются изучением вет. 6. Тополока. Место Аскес. Это прибежище божественных йогинов, среди которых особо выделяются 4 кумара. Санака, Санатана, Санандана и Санат-кумара. А также Кави, Хави, Антарикша, Прабудха и Пипалаяна. 7. Сатьялака. Место благодати. Или Брахмалака. Место Брахмы. Обитель Брахмы. Божества. Рожденного от Гарбха Дакашия Вишну. Его город построен из чистого золота и называется Шатакаумбхи. Вера Труппа. Макрокосм и микрокосм. Таким образом, существует два противоположных друг другу плана бытия. Билла Сварга. Подземные миры. И Сварга. Надземные миры. Они образуют 14 планетарных систем, которые делятся на пары. Так, перевернутым отражением Пхурлоки является Сапатала. Пхуварлоки – Расатала. Сварлоки – Махатала. Махарлоки – Талатала. Джаналоки – Сутала. Тополоки – Витала. Сатьялоки – Атала. Как день и ночь составляют целостность суток. Так и эти взаимодополняющие друг друга противоположности сливаются воедино в человеческом теле на определенных уровнях сознания, называемых чакрами. Санскр – Колесо. Горы – Окружающие Меру. Меру окружают другие чудесные горы. 1. Кумуда стоит с севера от Меру. На ней растет дерево Баньян, называемое Шатавалша. Из ста ветвей этого дерева спускается множество корней, из которых вытекают чудесные реки молока. 2. Йогурта. Мёда. Топлёного масла. Кхи. Патоки. Пищевых круп. Тканей. Украшений и мест для сидения и сна. 2. Меру Мандара находится с южной стороны Меру. На её вершине стоит дерево Джамбу. Розовое яблоня. Плоды этого дерева срываются с ветвей и разбиваются от собственной тяжести. В результате чего образуется река Джамбу-Нади. Грязь по её берегам высушивается сурьёй. Солнцем. Иваю. Ветром. И превращается в золото. 3. Супаршва расположена с западной стороны от Меру. На ней растёт дерево Кадамба, называемое Махакадамба. Из пчелиных ульев, унизывающих это дерево. Стекает мёд и образует пять медовых рек, которые текут по всей окружности и лаврита варша. 4. Мандара стоит с восточной стороны Меру. На ней растёт манговое дерево Дивачуто, огромные плоды которого, падая вниз, разбиваются, а вытекающий из них сок образует реку Арунода. На берегах этой реки поселились якшени из прислуги Парвати. Супруги Шивы. Между этими четырьмя горами находятся четыре огромных озёра. Озеро молока, озеро меда, озеро сока сахарного тростника и озеро пресной воды, на которых обитают ситхи. Чараны, Гандхарвы и Апсары. Там также находятся четыре божественных сада, называемых Нандана, Читрарадха, Вайбхараджака и Сарватабхадра. По обеим сторонам от вышеперечисленных гор стоят другие горы. 1. Джадхара находится на северо-востоке от Меру, из запада от Кумуда. 2. Тришринга находится на северо-востоке от Меру, из севера от Мандара. 3. Павана находится на северо-западе от Меру, из востока от Кумуда. 4. Макара находится на северо-западе от Меру, из севера от Супаршва. 5. Дивакута находится на юго-востоке от Меру, из юга от Мандара. 6. Кайласа находится на юго-востоке от Меру, из востока от Меруданда. 7. Париятра находится на юго-западе от Меру, из юга от Супаршва. 8. Каравира находится на юго-западе от Меру, из запада от Меруданда. Кроме вышеперечисленных 12 гор, окружающих Меру, существуют и другие горы, называемые Кисарачала, которые обрамляют ее подножие. Перечислим эти горы. 1. Куранга, 2. Курара, 3. Кушумбха, 4. Ваиканка, 5. Трикута, 6. Шишира, 7. Патанга, 8. Ручака, 9. Нишатха, 10. Синеваса, 11. Капила, 12. Шангха, 13. Ваидурья, 14. Джарудхи, 15. Хамса, 16. Ришабха, 17. Нага, 18. Каланджара, 19. Нарада, 20. Нила, 21. Швета, 22. Шеренгаван, 23. Химакута, 24. Химакута, 25. Мальяван, 26. Гандхамадана, Пхумандала. Было время, когда два исполина-богоборца, Асура, Мадху и Кайтабха, рожденные из ушной серы Гарбха-дакашая Вишну, преследовали Брахму, чтобы расправиться с ним и занять его место на престоле мира. Лакшми дала им в дар благословение о том, что они умрут только тогда, когда сами того захотят. Вишну бился с ними в кулачном бою пять тысяч лет по летоисчислению богов, но так и не смог с ними расправиться. Довольный ими, он пожелал одарить их чем-нибудь за их несравненную доблесть, но Мадху и Кайтабха высокомерно заявили Вишну, что это им подобает быть подателями, а ему просителям. Вишну не подал вид, что его оскорбили их колкие слова и попросил у них, чтобы они позволили ему убить себя без боя. Богоборцы, Асура согласились пойти на это, но при условии, что их казнь состоится вместе, лишенном воды, потому что земли тогда еще не было. Тогда Вишну увеличил в размерах свои бедра, но и исполины богоборцы, Асура, возросли до невероятных размеров. В ответ на это Вишну расширил свои ягодицы, и его супостатам пришлось положить на них свои головы, чтобы он отсек их с ударшиной чакрой. Океан Гарбхадака заполнился их мозгом. Метха, из которого возникла земля, ставшая по этой причине называться Медини. Маунт Мэра Мэп, Пхурлока, земля, предстающая перед созерцателем в виде пхумандалы. Земной круг, содержащий в себе семь концентрических земель или островов, с одним общим центром, которым является меру. Друг от друга эти земли или острова отделяются различными по своей консистенцией океанами, образовавшимися в бороздах, оставленными ободом колеса от колесницы приевраты. Сына Своямбхуваману, прародители человечества, каждый последующий остров превосходит предыдущий в два раза. Океаны по своей величине равны островам, которые ими омываются. Вот последовательное перечисление островов и океанов относительно меру. 1. Джамбу-двипа окружен океаном соленой воды. В Джамбу-двипе растет дерево Джамбу. 2. Плакша-двипа окружен океаном сока сахарного тростника. В Плакша-двипе растет дерево Плакша, у корней которого находится огонь с семью яркими языками пламени. 3. Шалмали-двипа окружен океаном вина, называемым Сурасагара. На Шалмали-двипе растет дерево Шалмали, которое является резиденцией Горуды. Человека-птицы, ваханы, носильщика-вишну. 4. Куша-двипа окружен океаном Кхи, топленного сливочного масла, на Куша-двипе растут поля травы Куша. 5. Краунча-двипа окружен океаном молока. На этом острове находится гора Краунча. 6. Шака-двипа окружен океаном взбитого йогурта. На Шака-двипе растет дерево Благоухающее Шака. 7. Пушкара-двипа окружен океаном пресной воды. На Пушкара-двипе находится лотос-вишну, имеющий 100 000 000 лепестков, состоящих из золота, на вершине которого сидит Брахма, создатель миров. 1. Джамбу-двипа. Непосредственно меру окружает Джамбу-двипа, разделенный восьмью горами на 9 частей. 1. Илаврита-варша находится в центре Джамбу-двипы. Единственным мужчиной Илаврита-варше является Шива. Его жена Дурга превращает в женщин каждого забредшего туда мужчину. Шива поклоняется вишну в образе Санкаршаны или Шиши, поддерживающего на себе все планетные системы. 2. Рамьяка-варша находится к северу от Илаврита-варша, от которой ее отделяет гора Нила. 3. Рамьяка-варша правит Вайвасвата-ману, поклоняющийся вишну, принявшего обличие Мацьи, гигантской рыбы. 3. Хиран-мая-варша находится к северу от рамьяка-варша, от которой ее отделяет гора Швета. В Хиран-мая-варша правит Арьяма, который поклоняется вишну в форме курма. 4. Исполинской черепахи. 4. Утаракуру-варша находится к северу от Хиран-мая-варша, от которой ее отделяет гора Шерен-гаван. 5. В Утаракуру-варша, где правит Пхуми, богиня земли, поклоняются вишну в образе варахи, мирового вепря. 5. Хари-варша находится к югу от Илаврита-варша, от которой ее отделяет гора Нишатха. Там живет Нрисимха или вишну, принявший образ Человек-Ольва, который растерзал своими когтями Дайтью-Хиранья-кашипу. 6. Кимпуруша-варша находится к югу от Хари-варша, от которой ее отделяет гора Химакута. В Кимпуруша-варша, где живут обезьяноподобные Кимпуруши и Гандхарвы, правит Хануман и Арштишина, который поклоняется вишну в образе рамы. Убив... Там живут снежные люди, или как их еще называют, аджиоти, алмасты, йети, бигфут, леший. Вот они к нам спускаются отсюда иногда. Пшимуравану. Царя Ракшасов. 7. Пхарата-варша находится к югу от Кимпуруша-варша, от которой ее отделяет гора Хималая. Пхарата-варша — мир людей и подобных им существ. Пхарата-варшей называется Индия. В Пхарата-варше — Нарада-муни, указавший божественные принципы Сарвани-муни. Почитает вишну в образе Нара, Нараяна-риши, которые пребывают в месте, называемом Бадари-ка-ашрама. 8. Китумала-варша находится к западу от Илаврита-варша, от которой ее отделяет гора Мальяван. Китумала-варша являются владением вишну в образе Камы. Прадьюмны — бога любви и Лакшми, богини счастья, возглавляющей детище Праджапати. Про отца — Самвацара, сыновья которого являются духами дня, а дочери — духами ночи. Всего существует 36 000 потомков Самвацара, по одному на каждый день и на каждую ночь на время человеческой жизни. 9. Пхадрашва-варша находится к востоку от Илаврита-варша, от которой ее отделяет гора Гандхамадана. Пхадрашва-варша управляется Пхадрашравой, сыном Ямы, бога смерти, поклоняющийся Вишну в образе Хаягрива, имеющей шею лошади. Чудесный конь Хаягрива спас Веды, который похитил у Брахмы один из дайтеев или правильней Хаягрива. Программа не всегда правильно ставит ударение, поэтому имейте в виду. И отнес их на Рассаталу. Существа, живущие во всех частях Джамбу, Двипы, за исключением Пхарата-варша. Живут 10 000 лет по летоисчислению людей. Они всегда пребывают в Трета-юге. Во всех девяти мирах славят ими Вишну. Вишну явил себя одновременно в двух мудрецах, именуемых Нара и Нараяна-Риши. Нараяна распространил себя в четыре лика. 1. Васудева – это Вишну, являющийся обладателем всех богатств. 2. Санкаршана – это Вишну в гуне невежества. Шеша – поддерживающий все планеты. 3. Прадьюмна. Камадева. 4. Анирутха. В Пхарата-варше существуют следующие горы. 1. Малая. 2. Мангала-прастха. 3. Майонака. 4. Трикута. 5. Ришапха. 6. Кутака. 7. Калака. 8. Сахья. 9. Дивагири. 10. Ришьемука. 11. Шри-Шаида. 12. Венката. 13. Махендра. 14. Варитхара. 15. Виндхья. 16. Шуктиман. 17. Рикшагири. 18. Париятра. 19. Дрона. 20. Четракута. 21. Гавардхана. 22. Рейватака. 23. Кокупха. 24. Нила. 25. Гакамукха. 26. Индракила. 27. Камагири. В Пхарата-варше текут следующие реки. 1. Брахмапутра. Главная река или надо? 2. Шона. Главная река или надо? Ладно, здесь перемотаем. 3. Само. 28. 37. Рудванг. Что сыновья царя Сагары, в поиск которой войны? К Пхарата-варше примыкают 8 островов. Которые возникли из-за того, что сыновья царя Сагары, в поисках своей потерянной лошади, перекопали всю землю. Вот эти острова. 1. Сварна-прастха. 2. Чандрашукла. 3. Авартана. 4. Раманако. 5. Мандарахарина. 6. Панчиджанья. 7. Вот это типа земля. Вот так решили сейчас сделать, чтобы идти в ногу с наукой. И как бы не выглядели глупо в глазах вообще среди всех. То есть как бы сделали плоскую землю по ведаму с наукой. Как бы их слили. Якобы земля это шарик на плоскости и там в другом измерении. Еще есть там... Семхала. 8. Ланка. 2. Плакши-двипа. Плакши-двипа вдвое больше джамбу-двипы. Плакши-двипой правит Итхмаджихва. 2. Сын приевраты, разделивший ее на семь островов, названных в честь семи его сыновей. Вот эти острова. 1. Шива, на котором находится гора Маникута и река Аруна. 2. Яваса, на котором находится гора Ваджиракута и река Нримна. 3. Вот Плакши-двипа, вот джамбу-двипа, вот следующие кольцеобразные, так сказать, острова, архипелаг. Это вот Плакши-двипа. Субхадра, на котором находится гора Индрасина и река Ангераси. 4. Шанта, на котором находится гора Джи-Этишман и река Савитри. 5. Кшема, на котором находится гора Супарна и река Суптабхата. 6. Амрита, на котором находится гора Хираньяштхева и река Ритамбхара. 7. Абхая, на котором находится гора Микхамала и река Сатьямбхара. В Плакши-двипе живут 4 категории людей. 1. Хамсы, 2. Патанги, 3. Уртхвайны, 4. Сатьянги. Они подобны брахманам, кшатриям, ваишьям и шудрам соответственно. Все они поклоняются Сурьё, Богу Солнца. 3. Шалма-Ледвипа, Егьебаху, сын Приевраты, царствовал в Шалма-Ледвипе. Он разделил остров на семь областей, которые раздал своим сыновьям, получившие от них следующие названия. 1. Сурочино, на котором находится гора Свараса и река Анумати. 2. Сауманасья, на котором находится гора Шаташринга и река Синевали. 3. Раманако, на котором находится гора Вамадёва и река Сарасвати. 4. Дева Варша, на котором находится гора Кунда и река Куху. 5. Парипхадра, на котором находятся гора Мукунда и река Раджани. 6. Апьяна, на котором находятся гора Пушпа-Варша и река Нанда. 7. Авиджната, на котором находятся гора Сахасрашрути и река Рака. Там живут четыре вида существ. 1. Это вот вид сверху нашей плоскости. Мы вот в маленькой точечке живем здесь, в Джамбульвипу. 2. Кольцевый остров и 3. Которым сейчас речь идет. Шрутитхарас, 2. Верьядхарас, 3. Васудхарас, 4. Ишандхарас. Они подобны брахманам, кшатриям, ваишьям и шудрам соответственно. Все они поклоняются Соме, богу Луны. 4. Кушадвипа, Хираньерета, сын Приевраты, разделил остров на семь частей и отдал их своим сыновьям, оставившим им название в соответствии со своими именами. Вот эти острова. 1. Васу, на котором находится гора Чакра и река Рамакулья. 2. Васудана, на котором находится гора Четухшринга и река Матхукулья. 3. Дритхаручи, на котором находится гора Капила и река Митравинда. 4. Стутьяврата, на котором находится гора Четракута и река Шрутовинда. 5. Напхигупта, на котором находится гора Диваника и река Дивагарпха. 6. Вивикта, на котором находится гора Уртхворома и река Кхритачюта. 7. Вамадёва, на котором находится гора Дравина и река Монтрамала. Кушадвипу населяют четыре вида людей. 1. Кушалы, 2. Ковиды, 3. Абхиюкты, 4. Кулаки. Они подобны брахманам, кшатриям, ваишьям и шудрам соответственно. Все они поклоняются Агне, Богу Агня. 5. Краунчи Двипа. Брахманы – это сословия жрецов, кшатрии, это воины, ваиши. У нас в Весе они были – это ремесленники, это те, кто хозяйством занимается. Ишудра – это простолюдиный, чернорабочий, который выполняет неквалифицированную работу, не по квалификации. Ваши, ну, это кулаки, что были, да, те, кто фермеры, те, кто ведут хозяйство, торгаши все эти, но не просто торгаши, там, челночники, а те, кто еще производит это. Итак, 5-я Двипа, 5-й остров Краунчи Двипа. Краунчи Двипай правит Кхритаприштха, сын Приевраты, который также разделил ее на семь частей и раздал своим семерым сыновьям, назвавшим их в часть себя. Вот эти острова. 1. Ама, на котором находится гора Шукла и река Абхая. 2. Матхуруха, на котором находится гора Вартхамана и река Амритаукха. 3. Мекхаприштха, на котором находится гора Пхаджана, на котором Пхапати, где находится гора Пхаджана, перемотаю, Ваишьям и Шудрам соответственно. Все они поклоняются Воруне. Думаю, неинтересно это будет, да, ничто не дадут эти названия, гор, рек, поэтому, наверное, перемотаю. Кому интересно, ссылку оставлю, можете вот эту статью открыть и почитать. Как бы тут очень краткое описание этих двип. Реки, горы, как бы сословия Пуруши, Решапхи, Дравины, Деваки, ну это я не знаю, что такое. Богу вот, океан молока, поклоняющим Краунче, Двипу, Шот, Твина. Все они поклоняются Воруне, Шьемке, 3, Дравины, 2, Решапхи, 3, Дравины, 4, Деваки. Они подобны Брахманам, Кшатриям, Ваишьям и Шудрам соответственно. Все они поклоняются Воруне, Богу вот. Воруне, Воруне. Ну вот объяснение, да, что это те же, то есть эти сословия подобны, то, что у нас известно, это вот Брахманы, воины, ремесленники и Шудры, или как у нас их раньше называли, Смирды. Океан молока, омывающим Краунче, Двипу. Называется Кширадака. В нем находится белый остров Швета-Двипа, на котором прибывает Кширадакаша и Вишну. Аватара Гарбхадакаша и Вишну. Кстати, вот там поклоняются Воруне. В Ригведии сказано, что до Вишну главный был Воруна. Я не читал ее всю полностью, поэтому, что там произошло, либо он его сместил, Вишну, Ворону, либо как-то по договоренности. Ну, как бы там очень много говорится, что он самый главный. Вот в Ригведии гимны, песнопения, что он Бог к Богу самый главный. И вот именно потом вот он был смещен. Ну, в общем, каждый вот этот концентрический острова или архипелаги из островов, они все поделены на части, где каждая часть управит некий царь. И везде поклоняются разным богам. Где там Индри, где Ваю, где там Воруни и так далее. Вот эти части. Жители Шака-Двипы делятся на четыре сословия. Один. Ритавраты. Два. Сатьявраты. Три. Доновраты. Четыре. Анувраты. Все они поклоняются Ваю. Богу ветра. Семь. Пушкара-Двипа. Ну, последние две, вот, в Семиострове, да, помните такую вот, в средневековой скандинавской мифологии много делают упоминания о Семиострове. То есть, это как будут веды там, об этом очень подробно рассказывают. И, по-моему, Толкина тоже он написывает про вот Средизиноморье, там Семиострове тоже есть. В общем, многое это также отражено, вот то, что вот веды говорят, да, это во многих мифах отражено. Вот эти Семиострове первое. Второе, вот то, что наш, этот остров, Джамудвилла, поделен на 9 частей, да, на 9 варш. И вот за 3-9 земель, помните сказки наши, да, то есть, в три раза дальше, наверное, 9-ти этих земель, или как это понимать? Вот, то есть, за 3-9, или вот в эту, третью, в девятой, или... Ну, вот опять же, довольно, да, похоже, вот остров 9 частей, за 3-9. То есть, не просто же так это вот взялось, да, как вот совпадение какое-то. Не 6, тут не 8, и не говорят у нас за 3-8 земель, а вот это за 3-9. И вот странное совпадение, что вот 9 частей нашего острова. Все сходится в мифологии мировая. Пушкара, Двипу, делят на две части, пролегающие по его середине концентрическая гора Моносатара. Витихотра, сын Приевраты, отдал эти части Пушкара, Двипы, в управление своим сыновьям, которые дали им свои имена. Эти части Пушкара, Двипы, называются так. 1. Раман 2. Тхатаки Брахме поклоняются все жители этого крайнего острова. На горе Моносатаре располагаются резиденции богов. 1. Випхавари Местопребывание Сомы Бога Луны Находится на севере Атмеру. 2. Самьямане Поместье Ямы Бога Смерти Находится с южной стороны Атмеру. 3. Немлачане Владение Варуны Бога Воды Находится на западе Атмеру. 4. Диватхане Обитель Индры Царя Небес Находится на востоке Атмеру. Путь Сурьи Называющийся Самвацара Начинается в Диватхане Идет до Самьямане Откуда продолжается До Немлачане Затем направляется в Випхавари И заканчивается в Диватхане. Сурья проезжает по всей Самвацаре За один полный год. За Пушкар-Адвипой И океаном Пресной Воды Находится пространство Населенное многочисленными живыми существами. А еще дальше стоит гора Локолока Которая отделяет свет от тьмы. На ее вершине стоят 4 гаджапати Слоны Установленные в четырех направлениях Которые поддерживают планетарные системы Вселенной. Вот их имена 1. Ришапха 2. Пушкар-Ачуда 3. Вамана 4. Апараджита На горе Локолока Пребывает сам Вишну Со своими помощниками Такими как Вишваксина. Далее за горой Локолока Пролегает Алока-Варша Безжизненная территория Состоящая из золота По своей величине она такая же Как и все пространство Внутри загораживающие ее горы Локолока По причине того Что Алока-Варша Отражает свет Все Что туда попадает моментально исчезает Шишумара Над горой Миру Простирается воздушное пространство Различные планеты Звезды Метеоры и метеориты Которые в своей совокупности Напоминает дельфина Изогнувшегося кольцом И держащего свою голову книзу Поэтому все это называется Шишумара Дельфин Шишумара Так же как и гора Меру Имеет конструкцию Многоэтажного здания Один антарикша Воздушное пространство Окружающее гору Меру Называется Антарикша Оно заполнено туманом Грозовыми тучами Ветром и облаками Выше антарикши воздуха нет Это места обитания Упадевов Низших богов Духов Призраков И различных олицетворений Воздушных стихий Там властвуют Кувера Казначей богов Ганеша Сын Шивы Яма Бог загробного мира А так же находятся Обители богов Кувера Властвуют над следующими странами Один Якшалока Страна Якшей Санскр Умные Природных духов Которые являются Грозными воинами И охраняют сокрытые В недрах земли сокровища Якши И их подруги Якшени Составляют Свиту Куверы Казначея богов У Якшей Двойная природа С одной стороны Они могут быть Похожими на гномов И эльфов Из германской мифологии Скрывающихся Среди гор И лесов С другой стороны Их ставят В один ряд С вампирами Великанами Людоедами И соотносят С ракшасами Два Гухьякалака Страна Гухьяков Санскр Хранители сокровищ Духов Охраняющих Несметные сокровища Куверы Казначея богов Три Ведьятхаралока Страна Ведьятхаров Санскр Хранители знания Духов Хранящих Древние знания Составляющих Свиту Куверы Казначея богов Четыре Гандхарвалока Страна Гандхарвов Крылатых коней Хранителей Сомы Напитка Бессмертия Это природные Духи мужского Пола Мужья Апсар И посредники Между богами И людьми Они одновременно Сочетают себе Образ птицы И лошади Отличаются Бестыдством И похотливостью Их часто Отождествляют С кентаврами Из греческой Мифологии Гандхарвы Являются Превосходными Музыкантами И играют На потеху Богов В их небесных Дворцах Пять Чаранолока Страна Страна Чаранов Духов Певцов Шесть Апсаралока Страна Апсар Небесных Русалки Женские Духи Туч И воды Апсары Являются Женами Гандхарвов Небесными Танцовщицами И Куртизанками Они Развлекают Богов И героев В небесных Дворцах Часто Апсары Соотносятся С музами Нимфами Наядами Из греческой Мифологии Или с Валькириями Из германской Мифологии Они Способны По своему Желанию Менять Форму Тела Иногда Апсары Могут Рассматриваться Как души Умерших Людей По аналогии Со Славянскими Мавками Или Греческими Сиренами Они Могут Влиять На исход Азартных Игр Апсары Обладают Высоким Лбом Лотосоподобными Глазами Точеным Носом Чувственными Губами Высокой Грудью И полными Бедрами Наиболее Знаменитыми Из них Являются Один Кхритачи Два Минака Три Рамбха Четыре Пурвачити Пять Своим Прабха Шесть Урваши Семь Мисракеши Восемь Дандагаури Девять Варутхини Десять Гополи Одиннадцать Сахаджанья Двенадцать Кумбхайони Тринадцать Праджагара Четырнадцать Читрасина Пятнадцать Читролёгха Шестнадцать Саха Семнадцать Матхурасвана Семь Кеннаролока Страна кеннаров Природных Духов Полулюдей Полуптиц Которых Также Называют Кемпурушами Санскр Что за люди У них Верхняя часть Тела От человека А нижняя От лебеди Кроме того Они могут Наделяться Лошадиными Головами Кеннары Мужчины И кеннари Женщины Составляют Между собой Супружеские Пары Которые Отличаются Лебединой Верностью Они Прославленные Любовники И Великолепные Музыканты Восемь Супарналока Страна Супарнов Полулюдей Полуптиц Ярким Представителем Которых Является Горуда Вахана Ездовое Животное Вишну Супарны Обладают Золотистым Телом Белым Лицом Красными Крыльями Орлиным Клювом И могучей Силой На голове Они чаще всего Носят Золотую Корону Девять Вонаролока Страна Вонаров Санскр Лесные Люди Людей С обезьяньями Хвостами Обезьяна Подобных Людей Снежного Человека Ети Доисторических Гоминид Австралопитеков Пятикантропов Неандертальцев И так далее Вонары Коротконогие Покрытые Коричневатым Мехом Носят Набедренные Повязки Знаменитым Представителем Этой Причудливой Расы Является Хануман Слуга Царевича Рамы Седьмого Земного Воплощения Вишну Смотри Рамаяна Ганеши Верховодит Дикой Толпой Призраков Гана Обитающих В следующих Местностях Один Ракшасалока Сторона Ракшасов Санскр Охраняющие Смотрящие Злых Нечестивых Духов Людоедов Оборотней Магов И Иллюзионистов Которые Охраняют Воды Первозданной Ночи Женщин Ракшасов Называют Ракшаси У них Залитые Кровью Глаза И Восемь Зубов Заточенных Для поедания Человеческого Мяса Ракшасы Пользуются Дурной Славой Они Мешают Проводить Жертвоприношение Богам Оскверняют Могилы Изводят Жрецов Портят Жертвенную Пищу Пленяют Человеческие Души И так далее Ракшасы Появляются Там Где Царит Смерть На Бойнях На Кладбищах На Полях Сражений У них Звериные Когти Иногда Они Служат Во Вспомогательных Войсках Какого-нибудь Властелина Ракшасы Делятся На Три Класса 1,1 Нишичары Странствующие В ночи 1,2 Етудханы Бродяги 1,3 Найриты Дети Нирити Дочери Адхармы 2 Пешачалака Страна Пешачей Санскр Разрушители Нечестивых Духов Пьющих Человеческую Кровь Вампиров И Каннибалов 3 Праматхалока Страна Праматхов Санскр Раздражающие Злых Духов Мучающих Спящих 4 Пхуталока Страна Пхутов Санскр Сущности Духов Обитающих На кладбищах И в местах Кремации 6 Виталалока Страна Виталов Санскр Злыдни Духов Оживляющих Трупы 7 Приталока Непролазный Лес Страна Предов Санскр Мертвецов Духов Умерших Людей Привидений Яма Правит Петрилокой В которой Живут Питри Предки А также Находится Нарака 28 Или 21 Круг Ада В верхнем Слое Антарикши Располагаются Планеты Существ Нейтральных Или Благожелательных К людям 1 Рудролока Страна 11 Рудр Санскр Ревущие Детище Шивы Которые Входят В состав 49 Агничейтанов Потомков Агни Бога Огня Ипостаси Шивы 2 Маруталака Страна 49 Марутов Олицетворяющих Бурю Грозу И Непогоду Детище Шивы 3 Ситхалака Страна Ситхов Надхов И Пашупати Или Божественных Йогов Мистиков 4 Сатхьялака Страна Сатхьов Божественных Созданий Способствующих Проведению Религиозных Обрядов И Молитв 5 Вишвалока Страна Вишвадёвов Или Восьми Васу Божеств Олицетворяющих Пять Материальных Первоэлементов Панча Маха Пхута А Также Сознание Будхи Подсознание Чита И Сверхсознание Манас 6 Паннагалока Страна Паннагов Санскр Ползующие Внизу Или Нагов Змей Змееподобных Демонов Змей-убийц Древних Рептилий Драконов И так Далее 2 Ганга Млечный Путь На землю Ниспадает С небес Река Ганга Шива Подставил Ей Свою Голову Чтобы Смягчить Ее Падение Когда-то Одития По имени Вамана В облике Карлика Запросил У Бали Воинственного Царя Исполинов Богоборцев Дайтеев Идонавов Клочок Земли Величиной С три Его Шага Бали Согласился Выполнить Его Просьбу Тогда Вамана Явил Свой Истинный Облик И в два Шага Перешагнул Сваргу Небесные Миры И Мартью Земные Миры А третьим Своим Шагом Низверг Его В Поталу Подземные Миры Когда Вамана Перешагивал Вселенную Его Большой Палец На Правой Ноге Пробил Оболочки Брахманды Вселенной И Из Проделанного Отверстия Полились Воды Каранадака Причинного Океана Они Разлились Млечным Путем И Рекой Ганга Имеющей Множество Рукавов На Сатьялаке Она Делится На Четыре Потока Которые Текут Во Все Части Света И Впадают В Океан Соленой Воды Эти Потоки Следующие Один Пхадра Течет С Севера Брахмапури Совершив Стремительное Падение С Гор Кумуда Нила Швета Шрингаван Она Наводняет Провинцию Куру И Впадает В Океан Соленой Воды На Север Тех Стрекут Моя Сит Протекая Мимо Пиков Гор Кисорачало Окружающих Меру Падает С вершины горы Гандхамадана в Пхадрашва-Варшу. Пересекает ее и изливается в океан соленой воды на западе. 3. Раху. Солнечное и лунное затмение. Раху. Темная планета, вызывающая солнечные и лунные затмения. Раху был исполином-богоборцем. Асура, которому удалось напиться амриты. Нектара, дарующего бессмертие. Но Вишну отсек ему голову своей сударшиной чакрой. С тех пор голова Раху, не потерявшего свои демонические наклонности, пытается пожрать солнце и луну. Планета. Граха. Раху становится, видимо, при свете полной луны. Этой планетой управляет могучий исполин-богоборец. Асура. Которого зовут Симхики. 4. Сурья. Солнце. Сурья. Бог солнца. Скачет на одноколесной колеснице, запряженной ведическими гимнами. Гаятри и другими. Его возницей служит Аруна, сын Кашьяпы и его жены. Венаты. Который, управляя божественными лошадьми, сидит перед ним, но всегда смотрит ему в лицо, обернувшись назад. Вместе с Сурьей на его колеснице сидят 16 000 Волокхильев. Мудрецов размером с большой палец человека. 14 святых из числа гандхарвов. Апсар, нагов, якшей и ракшасов. А также супружеские пары вишвадёвов. Сурья в три раза меньше Раху. Единственное колесо на его колеснице называется Самвацара. Так же, как и путь, по которому он едет. Спицы этого колеса являются 12 месяцами. Зубцы на ободе – шестью сезонами. Три ступицы – тремя четурмасьями. Четырёхмесячными кварталами. Внутренняя ось колеса Самвацара упирается в меру. А внешняя – в гору Монасотара. Расположенную на краю Пхурлоки. Верхний конец внутренней оси колеса с помощью ветра Дакшиноварта привязан к Тхрувалоки. Полярной звезде. Сурья ездит кругами по часовой стрелке. Слева направо. Полный круг своего пути, известного под названием Самвацара. Он проделывает за один год. Северная часть этого пути называется Утараяна. А южная – Дакшинаина. Которые, в зависимости от того, где в данный момент находится Сурья, представляют день или ночь для богов и полгода для людей. Движение Сурья бывает быстрым, медленным и умеренным, из-за чего различают пятигодичный цикл. 1. Самвацара. 2. Паривацара. 3. Идавацара. 4. Анувацара. 5. Вацара. По прошествии этого цикла в календарь добавляют еще два месяца. Цикл, состоящий из 60 лет, называется Самвацарой. Каждый год в Самвацаре имеет свое название. 1. Прабхава. 2. Випхава. 3. Шукла. 4. 5. Чандра. Луна. Чандра. Планета. Граха. Бога Луны, столицей которого является город Випхавари. Чандра в два раза больше Сурьи и движется намного быстрее его. За один день он проходит все знаки зодиака. Тогда как Сурья преодолевает это расстояние за две недели. Своим сиянием Чандра разделил Чандралоку на два полумесяца. 1. Шукла Пакша или месяц пребывающей Луны. 2. Кришна Пакша или месяц убывающей Луны. Период Шукла Пакша является днем для Девов и ночь для Питов. А в Кришна Пакшу происходит все наоборот. Чтобы попасть на Чандру, нужно переплыть озеро Манаса Саравара и перебраться через гору Меру. 6. 28 Накшатр. Лунные созвездия. 28 дочерей Праджапати, Дакши стали женами Чандры. Бога Луны. Они представляют из себя лунные созвездия, которые, сочетаясь между собой, создают 12 знаков зодиака. Раши. 1. Меша. Овен. 2. Вришапха. Телец. 3. Метхуна. Близнецы. 4. Каркатака. Рак. 5. Симха. Лев. 6. Канья. Дева. 7. Тула. Весы. 8. Вришчика. Скорпион. 9. Тханус. Стрелец. 10. Макара. Козирог, но переводится как крокодил. 11. Кумбха. Водолей. 12. Мина. Рыба. Все Накшатры и Раши. движимые разрушительной кало чакрой. Колесо времени. Вращаются против часовой стрелки. Справа налево. 7. Шукра. Венера. Шукра. Семя. Планета. Граха. Влияющие на скопление и выпадение осадков. Шукрачарья являлся гуру всех асуров. Богоборцев. Дайтеев и Данавов. 8. Будха. Меркурий. Будха. Меркурий. Сын Чандры. Планета. Граха. Песчаных бурь и засухи. 9. Ангарака. Марс. Ангарака. Огненная звезда. Планета. Граха. Сканды. Бога войны. Это неблагоприятная планета. Граха. Вызывающая засуху и другие пагубные воздействия. 10. Брихаспати. Юпитер. Брихаспати. Господин Речи. Учитель богов. Сама украл его жену, Тару, из-за чего началась война между богами и асурами. Его не почитали паджры. Это планета. Граха. Благоприятствует брахманам. 11. Шинаишчара или Шани. Сатурн. Шинаишчара. Медленно движущийся. Планета. Граха. Оказывающая неблагоприятное влияние на все живое. 12. Сапты Риши. Семь мудрецов. Большая медведица. Созвездие Большой медведицы. Образованные резиденциями Сапты Риши. Семи мудрецов, которыми являются. 1. Кашьяпа. 2. Атри. 3. Васиштха. 4. Вишвамитра. 5. Гаутама. 6. Джамадагни. 7. Пхарадваджа. 13. Вайшванара. Планета Агни. Бога Агня. Вайшванара. Планета. Граха. Агни. Бога Агня. Соответствует христианскому чистилищу. 14. Тхрува. Полярная звезда. 15. Тхрувалока. Планета Тхрувы. Полярная звезда. Высшая точка Шишумары, которая является ее опорой. 16. Петрилока. Планета дуж умерших предков. 16. Когда-нибудь к каждому человеку приходит старость. Она приносит с собой дряхлость тела, притупление остроты чувств и сумасшествия. В момент смерти возникает божественное видение. Когда все миры предстают как один. И все существо охватывает оцепенение. Тогда к праведникам приходят двое вишнудутов. Нанда и Сунанда. А к грешникам двое ямадутов. Чанда. Ужасающий. И Прачанда. Свирепый. Вишнудуты уводят умерших на Вишнулоку или Тхрувалоку. Полярная звезда. А ямадуты на Петрилоку. В загробный мир. В отличии от вишнудутов. Которые выглядят подобно самому вишну. Ямадуты устрашают своим обликом. Они нагие. Черные. Косматые. С искаженными от злобы лицами. Заточенными зубами и хищными когтями. Ямадуты бросают свои арканы на шею Дживы. Духовные сущности человека. Которая своим размером соответствует большому пальцу руки. И вырывают ее из тела. От этого человек ощущает жгучую боль. Его рот наполняется вспененной слюной. У него происходит непроизвольное выделение кала и мочи. А потом он умирает. Шратха. Поминальные обряды. Родственникам умершего человека не следует по нему плакать. Потому что все их слезы придется пролить и ему самому. Один из них. Прежде всего. Старший сын. Затем жена. А если их нет. Тео брат. Его сыновья. Ученик. Друг или любой. Кто был ему близок в течение жизни. В крайнем случае. Семейный священник. Должны проводить заупокойный обряд. Называемый Шратха. Этот ритуал тесно связан с культом предков и в упрощенном виде состоит из подношения изображению покойного сладких шариков. Пинда. Сделанных из вареного риса или ячменной муки. И троекратного возлияния воды. Тапана. Сущенник. Покойники. Лишенные подношений. Бродят в необитаемом лесу в облике преты. Голодного духа. Призрака или ночного огонька до конца кальпы. На десятый день после смерти тела у души появляются ощущения голода и жажды. На тринадцатый день после смерти человека его джива вергается прочандой и чендакой в телесную оболочку размером с человеческий локоть. Такую душу они увешивают веригами. Перетягивают веревками. Продевают через нос или уши кольца. На которых ведут в петрилоку. Находящуюся между горой Меру и океаном Горбходака. По большей своей части петрилока является пустыней. Раскаляемой двенадцатью светилами. И там везде бушуют пожары. Джива. Подгоняемая плетьми и молотами глумящихся надсмотрщиков. Без пищи и воды. Со скоростью ветра направляется в Самьямани. Столицу Ямы. Бога смерти. На пути туда стоят шестнадцать его окраинных водчин. Где душа съедает и выпивает подношения. Накопившиеся за время. Которое она провела в дороге. Вот эти злачные места. Один. Саумья. Место покоя. Достигается Дживой на восемнадцатый день пути в Самьямани. Нарака. Спустя год, после смерти человека, его Джива оказывается перед южными воротами четырехвратного Самьямани. Стольного города Ямы. Где ее встречает грозный привратник по имени Тхарматхаваджа. Четрагупта. Писарь Ямы. Записывающий карму. Деяния. Каждый из Джив. О который ему сообщили Шраваны. Шпионящие за мужчинами. И их жены. Шравани. Соглядатайствующие за женщинами. Ознакамливает властителя преисподней с делом вновь прибывшего подсудимого. Яма в своем ужасающем облике выглядит как дико ревущая гора сажи с тридцати двумя руками. С огромными клыками. Налитыми кровью глазами и длинным носом. Он сидит верхом на буйволе и держит в руках громовой жезл. Излучающий молнии. Воинство Ямы составляют кинкары. Ему прислуживают лучшие из кшатриев. Вынеси свой приговор. Яма отправляет Дживу отбывать наказание в преисподнюю. Прочанда и чендака волокут ее к дереву несчастья. Состоящему из огненного пламени. И приковывают к нему цепями. Принуждая висеть вниз головой. Мириады душ. Висящие на этом страшном дереве. Покоятся в пяти оболочках забвения. 1. Тамисра. Тьма. Состояние отчаяния. 2. Антхатамисра. Ослепляющая тьма. Состояние. Сопоставимое думом атеиста о смерти. Полное отсутствие чувствительности. 3. Тамисра. Сумасшествие. Растерянность и страх. 4. Моха. Иллюзии. Галлюцинации. Сны и грезы. 5. Маха-моха. Чувство ложного господства. Для самых отъявленных грешников уготовлены более изощренные мучения в 21 месте страданий, расположенном вокруг этого дерева. 1. Раурова. Ужас. Место. Где ранее убиенные дживы существа. Появляются как зооморфные существа. Называемые Руру. Которые более завистливые, чем змеи. И мстят ему за его грех перед ними. 2. Махарурава. Великий ужас. Место. В котором кровьяды. Схожие с Руру. Живьем поедают душу. Оно уготовлено для тех, кто при земной жизни поедал живую плоть. 3. Кумбхипака. Подобное горшку. Место. Где ямадуты жарят дживу в кипящем масле. Оно предназначено для мясоедов. 4. Колосутра. Нить смерти. Раскаленный медный чертог. Подогреваемый снизу огнем. А сверху палящим солнцем. В котором ямадуты рассекают зазубренными секирами тело грешника. Повинного в убийстве брахмана. Ямадуты секут точно по начертанным на его теле линиям. 5. Авичемат. Безводный. Пустой колодец. Заполненный жидкой грязью. В которой ямадуты снова и снова бросают душу вниз головой. Он служит местом приведения приговора для грешников. Повинных в лжесвидетельстве. А также тем, кому суждено вскоре снова переродиться на земле. 6. Вишасана. Убийство. Место, в котором ямадуты убивают дживу, как скотину на заклании. Оно отведено специально для усердствующих в кровавых жертвоприношениях. 7. Сандамша. Клещи. Место, где ямадуты раздирают душу раскаленными щипцами и шариками. Оно уготовлено для профессиональных воров. 8. Шулапрота. Пронзание копьем. Место, в котором ямадуты сажают дживу на кол. Там возмездие настигает мучителей домашних животных. 9. Осипатравана. Мечелисный лес. Дебри. Где душу разрезают острые, как клинки, листья. Это ад для дровосеков. 10. Таптосурми. Тащи добычу. Место, где ямадуты заставляют дживу обнимать раскаленное изваяние. Мужчин прижимают к женским статуям, а женщин к мужским. Там отбывают наказание насильники и прелюбодеи. 11. Дандашука. Огненная змея. Место, где пятиглавые и семиглавые драконы проглатывают души, как мышей. Оно уготовлено для садистов. 12. Сукарамукха. Сладкая голова. Место, где ямадуты прикрепляют дживу в центре машины и спрессовывают ее наподобие сахарного тростника. Оно предназначено для неправедных судей. 13. Сарамиядана. Щедрость собак. Место, в котором 720 собак-людоедов терзают душу. Оно отведено для наказания отравителей, поджигателей и вымогателей. 14. Сучимукха. Голова в иглах. Место, где ямадуты прошивают дживу, как ткань, на пяльцах. Оно уготовлено для скупцов. 15. Пуёда. Нечистоты. Океан, наполненный гноем. Кровью. Мочой. Испражнениями и прочим смрадом. Ямадуты заставляют души пить и есть его содержимое. Это место предназначено для наказания людей, пренебрегающих личной гигиеной и необходимой брезгливостью. 16. Лалабхакша. Питающиеся любовными играми. Река спермы, из которой пьют обреченные дживы, принуждаемые угнетающими их ямадутами. Такое наказание грозит тем, кто заставляет своих жен заниматься оральным сексом. 17. Парьевартана. Пернатая охрана. Место, в котором ястребы. Цапли и вороны выклевывают душем глаза. Туда попадают грешники, пренебрегавшие обычаем гостеприимства. 18. Авата, Нирадхана. Заключение в яму. Колодец с ядовитыми испарениями. Где джива томится за то, что при земной жизни содержал живых существ в замкнутом пространстве? Он грозит надзирателем тюрем. 19. Антхакупа. Глухой купол. Место, заполненное комарами. Мухами. Вшами и прочими кровососущими насекомыми. Туда попадают души. Виновные в их убийстве. 20. Кремипхаджана. Поедание червями. Место, в котором душа принимает обличие огромного червя и копошится в куче. Стостоящие из таких же червей, и они пожирают друг друга. Оно отведено для тех, кто не делится с нуждающимися своей пищей. 21. Пронародха. Сдерживание жизненного воздуха. Место, где ямадуты беспрерывно стреляют в дживу из своих луков в наказание за особую страсть к охоте. 22. Ваджраконтака шалмали. Шелковое дерево. Колющее молниями. Испускающее молнии дерево. К которому ямадуты прижимают терзаемую ими душу за неразборчивость в половых связях. 23. Кшаракардама. Жидкая грязь. Туда сбрасывают вниз головой за высокомерие и непочтительное отношение к вышестоящим лицам. 24. Ракшогана, Пхаджана. Трапеза ракшасов. Там ракшасы приносят душу в жертву Шиве. Едят ее жертвенное мясо. Танцуют и горланят от восторга. Такое наказание ждет поклонников Пхайравы, свирепого облика Шивы, которому приносят человеческие жертвы. 25. Аяхпана. Жертвенное питье. Место. В котором ямадуты заливают в рот Дживы расплавленный свинец в наказание за пьянство. 26. Кудмала. Цветение. Место. Где душа мучается тяжкими недугами за пренебрежение к своему больному телу и отказ проходить необходимые лечебные процедуры. 27. Сангхатата. Сокрушение. Место. Расположенное над раскаленным железом и сдвигающимися скалами, которые раздавливают Дживу в кровавое месиво. Но когда они расходятся, она вновь воскресает. 28. Тапана. Горячее. Место. Где ямадуты втыкают в Дживу раскаленное копье. Отчего из ее рта и носа исходит пламя. 29. Сампротапана. Сжигание. Место. Соответствующее пеклу с горящими углями. Нефтью. Смолой. Кипящим маслом. Жаровнями. Горными. Котлами и так далее. Души. Там плавится подобно куску руды. 30. Санджевана. Совместное проживание. Место. В котором пол состоит из раскаленного железа. Ямадуты заставляют мучащихся там души нападать друг на друга с различными видами оружия. Оно уготовлено специально для любителей травли. 31. Кокола. Черный яд. Место. Погруженное в кромешную тьму. Где ютятся атеисты и насмешники над святыми людьми и богами. 32. Пут. Обитель бездетных. Там пребывают души, которые не могли или не хотели продолжить свой род. 33. Савиша. Ядовитое. Озеро. Заполненное ядовитыми пиявками и прочими кровососами. 34. Самхата. Отброшенный. Место. Куда попадают дживы. Повинные в незначительных проступках. Там они пребывают в душной тесноте. 35. Риджиша. Изгнанный. Место. Где множество ям. Рвов и подвалов. Из которых напалмом вырываются полыми. Сжигающая душа за лень и безрассудство. 36. Махапаяхин. Великий путь. Дорога с бегущими по ней бешеными слонами. На которую ямадуты бросают дживу за неуважительное отношение к людям. 37. Маханирая. Великий выход. Место жутких пыток. Где грешников распиливают на части пилами. 38. Пахшанку. Стальные копья. Место с торчащими из земли копьями. На которые раз за разом бросают грешную душу. 39. Путемритика. Смердящая плоть. Место трупных зловоний. 40. Лохитода. Железные гири. Место, в котором на душу. Виновную в торговых махинациях. Обрушиваются огромные гири. 41. Кака. Вороны. Место, где вороны с железными клювами проламывают дживе голову. Срывают кожу с лица и выклёвывают глаза. 42. Улу. Совы. Место обитания наводящих ужасов. Так джива страдает на петрилоке. Отрабатывая плохую карму. После этого она проходит 8 400 000 видов адских существований в телах минералов. Растений. Рыб. Насекомых. Присмыкающихся. Птиц. Животных пока. Наконец. Снова не обретает человеческое тело. На основании этого тезиса утверждается, что душа не получит тело человека, не испытав на себе достаточное количество мучений. Ведическое мироустройство или космология.